Василий, поздравляю вас с великолепным выступлением в этом 11 турнире King's Tournament. Расскажите, пожалуйста, как он для вас прошел? В чем секрет вашей столь успешной игры? Даже не знаю, в чем секрет, но могу сказать, что я не впервые в Румынии. Я еще застал Элизабету Полихрониадой, благодаря ей эти турниры и сейчас проводятся. Могу сказать, что всегда приезжаю сюда с удовольствием, мне здесь очень нравится. Я был и в Медиаше сейчас, и в Бухаресте был, и в Базде. Везде могу отметить отличную организацию, доброжелательные отношения организаторов. И очень корректное проведение самого турнира. В чем секрет? Даже не могу сказать. Ну, как-то игра пошла, где-то, наверное, хорошо подготовился к турниру. В некоторых партиях удалось удачно угадать дебют. Ну, как-то так сложилось. Расскажите, пожалуйста, сколько вы вообще сейчас уделяете времени шахматам? Ну, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я не могу так сказать, вот что значит заниматься шахматами. Это же не то, что сидеть там за доской или сидеть за компьютером, и какое количество времени, потому что запросто же может быть. Вот, например, пошел в лес гулять вроде к шахматам, это не имеет какого-то прямого отношения. Ну, вот во время прогулки вспомнилась какая-то позиция, вот пришла в голову какая-то идея. Вот, начинаю анализировать, вот уже и занимаюсь шахматами. Ну, может и не прийти идея. Ну, то есть я стараюсь все-таки от шахмат получать удовольствие. А касаемо дебютов, вот сейчас молодое поколение шахматистов все очень много времени уделяют подготовке к дебютам. А насколько вы много готовитесь к дебютам? Ну, стараюсь следить, по крайней мере, за новинками, то есть просматриваю партии, по крайней мере, основных турниров. Каждому турниру пытаюсь готовить какие-то новые идеи. Без этого, я считаю, нельзя сейчас конкурировать на самом высоком уровне. А по сравнению с тем, как вы играли, например, 25 лет назад, когда вы выиграли Ленарис в 91-м году, как вы считаете, вы сейчас играете сильнее или так же? Какое у вас ощущение? Ну, тогда энергии было все-таки больше и так, ну, не могу сказать, но сейчас зато опыта больше. Сейчас, так, ну, трудно сказать. Наверное, все-таки тогда играл посильнее. А какая здесь партия больше всего запомнилась? Какая лучшая? Больше всего запомнилась? Даже не знаю как-то. Потому что как-то вот у меня был такой подход. Вот сыграл партию и стремился сразу же о ней забыть, вот не анализировать ничего и настраиваться на следующее. Сейчас как-то вот это все прошло, множество партий, потом приеду домой, надо будет, конечно, посмотреть. Потому что понимаю, что мои конкуренты тоже посмотрят, с которыми я буду играть в следующем турнире. И уже как-то сделать выводы. Но так, если без ничего. Ну, вот очень интересная партия СВИ, где была русская партия, вплоть до финала, такой какой-то позиции интереса. У меня лишнее качество, но как-то он вроде как бы пытается играть на выигрыш, но я держу ничью. Ну, а сейчас вот эта партия на меня произвела впечатление, пожалуй. Расскажите, пожалуйста, о вашем решении играть в Саудовской Аравии. Как вы пришли к этому решению и чего вы ожидаете от турнира? Ну, во-первых, я могу сказать, что все по очереди. Что сначала я еще планирую сыграть в Китае в турнире Mind Games, сейчас называется IMSA. И, наверное, все-таки, ну, в первую очередь буду готовиться именно к этому турниру. А потом уже, закончив него, начну подготовку к Саудовской Аравии. Ну, чего ожидаю? Ну, во-первых, ну, интересно побывать в стране, о которой столько говорят, и разные мнения есть. Может быть, даже как организаторы сделают какую-то экскурсию. Я, например, никогда не был в пустыне. Может быть, хотелось бы побывать. Ну, как-то вот надеюсь, что мое впечатление о Саудовской Аравии не будет только впечатлением о гостинице, ресторане и шахматной доске. Ну, и попытаюсь сыграть как можно лучше. Насколько я знаю, состав собирается очень сильный. В основном все ведущие шахматисты подтвердили свои участия. Ну, тем интереснее, в общем-то. Хорошо. Желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо.